Друзья, здравия! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Сегодня поговорим об отношениях и о том, как эти отношения смогут стать токсичными, о том, как люди могут действительно разрушать друг друга в отношениях. Каждый человек хочет, чтобы у него было хорошее состояние, прежде всего, конечно же, у него самого. Когда мы говорим, что я хочу, чтобы у тебя было все хорошо, это, конечно же, тоже здорово, но начинать очень важно с себя. Когда действительно у тебя хорошее состояние, то ты можешь этим состоянием хорошим делиться. И вот так и в отношениях. Когда встречаются два человека, полные, целостные, в хорошем состоянии, то и отношения у них выстраиваются гармоничные, целостные. Они помогают друг другу, дополняют друг друга. А если люди не гармоничные, не целостные, у них вылазит очень много всего такого внутреннего, вот этого внутреннего негативного заряда, то, конечно же, эти отношения начинают разрушаться. То есть один человек, например, не может сдерживать свои негативные эмоции и выплескивает их на другого человека. Кричит, ругается, оскорбляет. Что происходит? Да, в какой-то момент может человек воспринять это, не ответить. Но потом происходит все равно срыв и происходит ответная реакция. И вот так люди влияют друг на друга. То есть влияют каким образом? Прежде всего негативным образом. Потому что когда человек сам находится в негативном состоянии, он это не может контролировать и, соответственно, выплескивает на другого человека. Так получается, когда жена, например, помыкает мужем или как-то его подначивает, оскорбляет, а муж может тоже ответить тем же или применить физическое насилие. А вот вам и токсичные отношения. И очень часто люди еще и залипают в этих отношениях. То есть они считают, что лучше иметь какого-то мужчину или женщину, какого-то мужа или жену, чем вообще их не иметь. То есть иметь лучше, чем не иметь. Это старый принцип. Хоть что-то. И вот это хоть что-то, оно и остается, получается. То есть люди что делают? Они не изменяются, не трансформируются. То есть они, по сути, друг на друга, друг на друга давят. Они дают друг другу трансформироваться и выйти даже из этих отношений. То есть удерживают у них, угрожают. Пытаются как-то повлиять, чтобы человек не ушел. И это приводит к тому, что люди остаются в плохих отношениях надолго. То есть считается, что лучше не разрушать брак, лучше не разрушать семью, чем даже если людям плохо вместе живется. Я о чем говорю. Очень важно, чтобы человек чувствовал свободу в отношениях. То есть свобода это когда человек может что-то делать, а может что-то не делать. И он это делает на основе собственной разумности, собственной ответственности. И вот именно в таких отношениях люди чувствуют, что они могут взаимодействовать, дополняя друг друга и помогая друг другу. Вот о чем я говорю. Это очень важный момент. Запомните это, что когда вы что-то навязываете человеку, заставляете его, он будет не хотеть это делать. Он будет отвергать это. А когда вы даете возможность человеку что-то сделать, то есть осознанно сделать выбор, вот тогда он в действительности будет делать это. Поэтому, друзья, посмотрите на ваши отношения. О том, какие они, как вы относитесь к себе в этих отношениях, как вы относитесь к другому человеку, что вы позволяете делать и что нет. Если у вас действительно вот такие вот отношения, которые называются токсичными, что вы подавляете друг на друга, то возможно лучше на какое-то время расстаться или вообще расстаться и улучшить свое состояние. То есть улучшить свое состояние и помочь другому улучшить это состояние. И вот тогда, возможно, вы сойдетесь снова, но будете совершенно в других отношениях. Вы будете помогать друг другу, радоваться счастью друг друга и не подавлять, а восхищаться друг другом, радоваться жизни. Вот такие отношения я считаю целостными и гармоничными. То есть прежде всего вы улучшаете свое состояние, а потом уже ищете, ну скажем так, или находите, или вы помогаете друг другу найти. Вселенная подскажет вам, она найдет того партнера, который находится примерно, скажем так, с вами на таком вот этапе, на таком уровне, чтобы вы могли друг другу помочь. На самом деле цель отношений это помочь друг другу трансформироваться. И если вы вот играете в игру трансформации, не игру, которая вот такая влюбленность или я там, скажем так, буду указывать тебе, что делать, а в настоящую игру, когда вы помогаете друг другу трансформироваться, вот это будет действительно настоящая любовь. И тогда вы увидите, что эти отношения ведут к радости, трансформации и что они ведут в лучшие состояния, которые только можно достичь. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в комментариях или прямо мне в вайбере я отвечу как можно быстрее. Если вам нужна консультация по отношениям или по любому другому вопросу, также пишите мне в вайбере этот способ связи наилучший, потому что там я отвечаю максимально быстро. И конечно же, если видео вам понравилось, то ставьте отметку нравится, подписывайтесь на мой канал и поделитесь этим видео со своими друзьями. Вам желаю гармонии, радости, счастья и до скорой встречи, друзья!